Видео подготовлено с сайтом online-gdz.net. Задание 27.2. Первый пешеход прошел 6 километров. Тогда запишем, что S1, путь первого пешехода, это 6 километров. А второй пешеход, S2, прошел 5 километров. Скорость первого пешехода на 1 км в час меньше, чем скорость второго. Если мы обозначим скорость первого пешехода как х километров в час, его скорость меньше, чем скорость второго на 1 км, значит, скорость второго тогда мы должны обозначить как х плюс 1 км в час. Теперь, время в пути первого пешехода Т1, время второго пешехода в пути Т2. И нам известно, что время первого пешехода больше на 30 минут, чем второго. То есть Т1 минус Т2 равно 30 минут. Так, и нам нужно найти скорость первого пешехода. Но мы ее и обозначили через х. Давайте первое, что сделаем. 30 минут у нас скорость в километрах в час, а здесь у нас время будет в минутах. Это не годится. Поэтому давайте запишем, что Т1 минус Т2 равно полчаса. Одна вторая часа. Просто мы преобразовали минуты в часы. Так, теперь время, которое потратил на дорогу первый пешеход. Составило С1 разделить на скорость на х. Так, это первого пешехода. Минус, время второго пешехода – это С2 на х плюс 1. И вот это все равно одной второй часа. Вот теперь в это уравнение мы подставим известные величины. С1 – это 6 километров. Значит, 6 на х минус 5 на х плюс 1 равно 1 вторая. Ну, такое уравнение уже мы можем решить относительно х и найти скорость первого пешехода. Первое, что мы сделаем, мы преобразуем уравнение, и все перенесем влево. И теперь все приведем к общему знаменателю. Общий знаменатель будет 2х на х плюс 1. Тогда здесь дополнительный умножитель 2х плюс 1. Здесь просто 2х. А здесь х на х плюс 1. Запишем, что у нас в числителе. 12 умножить на х плюс 1 минус 10х и минус х умножить на х плюс 1. И это равно 0. Но здесь мы должны сказать, что знаменатель дроби обращается в 0, когда х равно 0. Значит, х не должно быть равно 0. А также, когда х равно минус 1. Тоже не должно быть равно минус 1. Теперь приравняем 0 числителем. В числителе у нас 12х плюс 12 минус 10х. Минус х в квадрат и минус х равно 0. Так, это будет равно минус х в квадрате. Теперь плюс 12х минус 10. Это плюс 2 и минус 1. Это плюс 1х. Так, и плюс свободный член у нас только вот 1, 12. Плюс 12. Это будет равно. Ну, во-первых, мы все разделим на минус 1 для удобства. И теперь найдем корни этого уравнения. х первое, второе будет равно. минус b – это плюс 1 плюс минус корень квадратный из 1 минус 4а и с. С – это минус 12. Значит, знак поменяем на плюс и разделить на 2. Это будет равно. Единица плюс минус. Под корнем у нас единица плюс 48. Это 49. Корень из 49 – это 7. И разделить на 2. Тогда получаем х первое будет равно 1 плюс 7. 8 на 2 – 4. х второе будет равно 1 минус 7 минус 6 на 2 минус 3. Такие получили корни. Но теперь возвращаемся к нашему условию. х – это скорость пешехода. Скорость пешехода не может быть отрицательной. Поэтому у нас остается только значение 4 и запишем ответ. Скорость первого пешехода составила 4 км в час. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте. Хорошее кучи. До встречи!